Мир вам и вашему дому! Календарный год близится к концу. Уходит в отпуск и самый крупный промоушен мира в смешанных единоборствах – UFC. Вот и UFC выбирает победителей в индивидуальных номинациях по итогам 2021 года. В номинацию «Прорыв года», объясняя смысл которой вряд ли нужно, на победу претендуют Рафаэль Физиев, Гика Чикадзе, Насурдин Имавов, Арман Сарукян и Мафсар Явлоев. Насурдин Имавов – первый кандидат на премию «Прорыв года». Насурдин Имавов родился и до 10 лет жил в Дагестане, после чего оказался во Франции. На новой родине Насурдину было непросто. Родителей постоянно вызывали в школу из-за драк сына. Чтобы утихомирить ребенка, его отдали на бокс, откуда он вскоре перебрался в ММА. И в 2020 году Имавов уже дебютировал в UFC, одолев в первом бою Джордана Уильямса. У бойца были далеко идущие планы, но 2021 год начался неудачно. Поражение от Фила Хоуса стало неожиданным, хотя и заслуженным. Оказалось, что у Имавова есть серьезные минусы, ими и воспользовался соперник. Тем не менее, стоит отдать должное российскому бойцу, он взял себя в руки и вернулся в октагон, став намного сильнее. Сначала Насурдин нокаутировал Йена Хейниша, а следом не менее эффектно разобрал Эдмена Шахбазяна. Талантливый американец с армянскими корнями пал от жестких ударов локтями. Имавов с лихвой закрыл поражение и теперь требует от UFC соперника и 105 рейтинга. Арман Царукян, спортсмен в UFC, начал с обидного поражения от Ислама Махачева. На Царукяна неудача повлияла положительно. Прибавил и затем одержал две победы судейскими решениями. Но решающим для Армана стал 2021 год. Он подтвердил высокие амбиции. Боец называет себя лучшим легковесом и уверяет, что в ближайшее время получит титульный поединок. И Царукян приблизился к желанной цели. Начав год с победы над Дэйви Рамосом, бразилец не имел ни единого шанса, настолько доминировал Арман. Арман доказал, что помимо борьбы у него все в порядке и с ударной техникой. Следующий поединок Царукян выиграл нокаутом. Ранее в промоушене ему это не удавалось. Кристос Ягас продержался две минуты и был отправлен на канвас мощнейшими ударами. Арман твердо намерен дотянуться до пояса. Рафаэль Физиев, легковес с азербайджанскими корнями и паспортом Кыргызстана, ворвался в UFC еще в 2019 году, сходу добившись трех побед подряд. Впрочем, бойца по прозвищу «Атаман» мир узнал раньше. Его кинематографичные стили и уклоны в стиле «Матрицы» восхищали Дану Уайта, когда Физиев еще выступал в тайском боксе. Но финты – это одно, а победы над соперниками – другое. Многие выражали опасение, что энергозатратный стиль подведет Рафаэля в поединках с опасными оппонентами. В 2021 году «Атаман» опроверг подобные домыслы. Сначала Физиев перебил Бобби Грина, имеющего солидный опыт выступления в UFC. Американец не смог ничего противопоставить ударам и классной работе «Нок» Рафаэля, навязав борьбу только в третьем раунде. А в декабре Физиева поджидал Брэд Риддл, с которым они когда-то вместе работали в одном зале. Риддл выглядел крупнее, шел на серии из семи побед и считался серьезной угрозой. Но у «Атамана» было другое мнение. Два с половиной раунда он разбивал Риддла, после нокаутировал ударом ногой с разворота. В 2022 году Физиев должен стать чемпионом. Мавсар Явлоев. Карьера Ингуша представляет собой поступательное движение вверх. Явлоев не проиграл ни одного боя на профессиональной ММА-арене, сминая соперников. Карьеру в главном промоушене мира Мавсар начал с трех побед единогласным судейским решениями, после чего руководители UFC решили повысить для бойца по прозвищу «Бесстрашный уровень сложности». В 2021 году Мавсару дали двух мощных соперников, ставших для него суровым испытанием. В январе Явлоев встретился в октагоне с Ником Ленцем, дебютировавшим в UFC еще в 2009 году. Грандиозный опыт помог ветерану. Он дал Мавсару тяжелейший бой, дважды, едва не поймав Ингуша на удушающий прием. Явлоев с честью выдержал напор Ленца, переломил ход соперника и в третьем раунде уже вчистую переработал противника, победив раздельным решением. Следом «Бесстрашного» ждал Хаким Даводу, шедший на серии из четырех побед. Впрочем, с ним Мавсару было уже легче. Канадец спасал перед шикарной борьбой россиянина. Прекрасный год. Гика Чикадзе. Гика Чикадзе закрывает список претендентов на премию «Прорыв года». Яркий ударник Гика Чикадзе. Строго говоря, спортсмена можно было бы вносить в список номинантов на протяжении нескольких лет. Но 2021 год все-таки выбивается из ряда. Да, кикбоксер несколько сбавил с частотой боев. В прошлом году он дрался четыре раза, а в этом всего дважды. Но уровень оппозиции Чикадзе не просто поднялся, а таки взлетел, поскольку ему противостояли два бойца высокого класса. Сперва Гика расправился с Свонсоном, который входит в число главных сторожилов UFC. Ветеран сохраняет скорость и хлесткий удар, что, впрочем, не помогло ему в бою с грузином. Тот опрокинул Каба шикарным ударом в корпус, после чего жестко добил оппонента. Следом Чикадзе не побоялся подраться с Эдсоном Барбозой, идущим на серии из двух побед. Легендарный бразилец обещал нокаутировать Гику, но сам был нокаутирован в третьем раунде. Теперь грузин требуют титульного боя. Кто, по вашему мнению, прорыв года в UFC? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо, что досмотрели видео до конца.